Итак друзья, недавно сообщалось, что обновленная Lada Vesta NG была выпущена в небольшом количестве, но в продажу так и не поступило. Ожидалось, что в ближайшее время начнется производство и тогда объявят старт продаж. Но из-за слишком долгих простоев, видимо компания решила начать продажу тех экземпляров, которые уже были собраны, причем на европейских комплектующих. На днях были замечены Lada Vesta NG, которые отправлены на автовозах к дилерам. Партия таких автомобилей была замечена на автовозе в Тольятти. Это партия из шести автомобилей, похоже, что в максимальной комплектации. Как сообщается, эти седаны и универсалы имеют камеру заднего вида, штатные парктроники, новую мультимедийную систему, выдвижной подлокотник в спинке заднего дивана, легкосплавные колесные диски на 17 дюймов и светодиодные противотуманные фары. Под капотом установлен двигатель 1,6 литра на 106 лошадиных сил, который работает с пятиступенчатой механикой. Будут ли использоваться эти автомобили в качестве презентационных, а затем для тест-драйвов, не сообщается. Но думаю, приобрести такой автомобиль будет достаточно сложно. Тем более, что если их выставят на продажу, думаю, дилеры очень сильно удивят. Своими новыми ценниками. Пока есть информация, что ценник на Lada Vesta NG будет стартовать от 1 миллиона 800 тысяч рублей, так как сейчас уже актуальная Vesta продается от 1 миллиона 300 тысяч и выше. Топовая комплектация в любом случае перевалит за 2 миллиона. Ну а что касается автомобилей Москвич, которые сейчас так на слуху у всей России, то стало известно, что Минпромторг России ведет переговоры с китайскими автопроизводителями. И судя по информации, которая уже просочилась в прессу, то ведутся переговоры с тремя марками. Это Jack, Fav и Buid. Это не самые популярные компании в России, почему-то их автомобили совсем не пользуются популярностью. И если на их автомобили приклеят шильдик Москвич, то не думаю, что они хорошо начнут продаваться. Ранее мэр Москвы Собянин заявил, что на мощностях бывшего московского завода Рено планируется организовать производство электромобилей и моделей, рассчитанных на работу в такси и каршеринге. Так как эти службы за последние три месяца начали испытывать большой недостаток в поставке новых автомобилей в свои автопарки. И сообщается, что Москвич будут собирать методом крупноузловой сборки. А это полностью подтверждает тот факт, что это будет просто какой-то китайский автомобиль, который крупноузловым способом будут собирать в Москве и клеить на него новый шильдик. И теоретически заявляют о сроках начала сборки таких автомобилей в течение года. Возможно, какие-то компании такси и закупят такие автомобили под давлением московских властей. Ну а вот обычные граждане будут ли покупать такое творение, сложно сказать. Тем более, что ценник в современных реалиях никак не будет ниже, чем полтора миллиона рублей. А что вы думаете по этому поводу? Купите ли вы не самый современный китайский автомобиль с шильдиком Москвич? Очень интересно узнать ваше мнение. Поэтому давайте пообщаемся и подискутируем. Также буду рад, если вы перейдете на канал для просмотра других роликов. И конечно, приглашаю подписаться на канал и нажать на колокольчик. Подписывайтесь на телеграм-канал и до новых выпусков! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова